привет дорогие друзья и сегодня в гостях кирилл кузнецов кирилл привет снова кстати уже давно как-то с кириллом тоже снимали видео 5 лет назад 5 лет назад вот так не прошло и пяти лет как вы решили стать собственно встретиться снова и много поговорить о актуальной проблеме кирилл нас кандидат наук психологических и управляющий центром профориентации гуманитарной технологии отделом портрено одев Photo до поэтому собственно это весьма актуальная сейчас проблема потому что рынок труда так мягко говоря лихорадит это понимаю не только у нас это кирилл собственно специалист по рынку труда профориентации и всему что связано с работой но и не только психологии в том числе поэтому собственно об этом сегодня поговорим на на самое первое может быть того мнение вообще что что происходит то есть все все ли что происходит но высочки зрения именно вот вашей деятельности Я, поскольку в основном работаю со школьниками, которые выбирают профессию, выбирают образование, выбирают свой жизненный путь, наверное, я могу больше фокусироваться на этом. И это вот из моей текущей практики, про это я могу говорить более обоснованно. Разумеется, любого школьника волнует, а тем более его родителя, может быть, даже в первую очередь его родителя, что же будет дальше. Вот как бы получат ему образование, а как он будет трудоустраиваться. Поэтому мы должны отслеживать и рынок труда. Пока мы еще не пьем. Это мы же первый пролив сливаем. Пять лет не виделись вообще. Кирилл забыл, какой пролив откуда. И поэтому мы должны понимать, что же там происходит на рынке труда сегодня. А мы видим, что изменения происходят очень серьезно, не только в России, во всем мире. Но как серьезные, какие-то из изменений, в общем-то, предполагались и раньше. Мы давно уже говорили и про фриланс, и про возможность работы из дома, и про то, что любая компания должна диджитализироваться и делать какие-то онлайн форматы своей работы. И сегодня у нас те компании, которые развивали эти направления, они чувствуют себя гораздо лучше. Нежели чем те, которые присутствовали только как-то в оффлайне. Поэтому вот это мы видим. Те компании, которые имели возможность либо по профилю деятельности, либо вообще развивали эту возможность какой-то дистанционной работы. У них это тоже, в общем-то, произошло. Вот я общался с одним техническим директором. У них эта система отлажена была давно, и они просто ничего не почувствовали. То есть они и раньше работали. И так все удаленно были. И удаленно, да. Там разработка была программного продукта, команда была очень распределенная. И они фактически так и продолжают работать. Наоборот, у них стало больше, там еще больше каких-то заказов по их работе. Уже можно, да? Да. Принятно. Да. Наверное, это такие общие слова. Вот эта ситуация, она обострила, может быть, то, что происходило и раньше. И сейчас мы видим такой взрывной рост. Вот те компании, которые в онлайне раньше не присутствовали, они спешно начинают присутствовать. Вся система образования, которая традиционно очень консервативная, вот сейчас она вынуждена была быстро перейти в онлайн. И вот я сейчас вижу, как это происходит. Вот как учителя с моим сыном в том числе сейчас занимаются. По Zoom там все. По Zoom там, по другие, используют другие платформы. Но самое главное, что онлайн срочно себе вот эти вот компетенции нарабатывают. Такой дистанционной работой. И это хорошо. Это шоковая терапия получается. Да, да, да. Это шоковая терапия для всего рынка труда и для поступления. Потому что сейчас ЕГЭ скорее всего нужно будет сдавать. Поступать все равно будет нужно. И если раньше это был учитель такой вот, ментор, который мотивировал заниматься и постоянно об этом говорил, то вот сейчас нужно искать самому в себе силы для того, чтобы готовиться и самоорганизоваться. Если продлится вот эта ситуация, то как быть вообще с мотивацией, самоорганизацией? Есть же люди, которым она как бы не нужна, а есть, которые, ну, вообще, например, без офиса не видят жизни там. То есть я очень так тоже слежу за своими знакомыми, друзьями, кто как вообще реагирует на этот кризис. Понятно, что там какие-то бизнесы вообще закрылись, какие-то бизнесы нам, наверное, повезло, что там чай это продукт питания, поэтому мы работаем, да, там хоть и немножко урезано. Такая вот очень разнонаправленная какая-то тенденция. Кому-то, наоборот, комфортно, говорит, сижу дома, работаю. Я, в общем, так всегда и работал, да, как ты говоришь, вот. А кто-то в дикий дискомфорт испытывает вот от этого перемен, да. И, собственно, получается, что будет такая, ну, пошатнется вообще полностью вся парадигма вообще. Понятно, что оно может становиться, это будут катастрофические, на самом деле, последствия. Потому что, если говорить про традиционную офисную работу, то, что можно сделать из дома, то, что можно сделать в офисе, наверное, можно сделать из дома. А вот про производство, это же сложнее. Непрерывные производства, они, правда, и не останавливались, то, что связано с продуктами питания. Но это может коснуться очень многого. То есть, если такой карантин продолжится, и вот, наверное, тот, который сейчас есть во всем мире, и, наверное, это было бы не очень хорошо. И долго будем как бы из этого выползать. Я, поскольку специалист больше по профориентации, я бы сфокусировался здесь на том, что сейчас вот этот вот кризис, он дает возможность посмотреть и на себя, может быть, другими глазами попробовать на себя посмотреть со стороны, сделать такую очередную пересборку себя. Любой кризис, вот в психологии, в психологии это так, что кризис ведет за собой развитие. Более того, полноценного развития невозможно без кризиса. То есть, вообще, нужно себя подстегивать, либо внешняя обстановка нас как-то подстегивает для того, чтобы сделать что-то еще, что-то такое более интересное. Вот что интересно может быть? Такое ключевое новообразование уж, я извиняюсь за это слово, этого кризиса может быть. Вот этот вот навык самоорганизации. То есть, все меньше и меньше. Ну, конечно же, нам хочется как бы обвинить других людей, может быть, нет, не обвинить, нет, не так. А переложить ответственность на других людей, там, на государство, там, на это, на все, что угодно, да. На то, что вот не обеспечили, там, еще и так далее. Вот эта вот сегодняшняя ситуация, она лишь усугубляет процесс, который, в общем-то, идет давно, уже некоторые столетия. Сейчас ответственность все больше и больше становится наша, и моя там, в том числе, за свой собственный успех. Вот, и вот это, мне кажется, очень интересно. И вот это, когда сейчас мы начнем осознавать, вот, и школьники тоже, и взрослые люди, вот, что сейчас появляется очень много возможностей. И сейчас тоже, вот, заезженная фраза, что кризис, вот этот вот даже рисуют эти китайские иероглифы, кризис, это возможность, там без звука состоит. Хотя, там, немножко, немножко по-другому, как мы рассказывали специалисты, но такая трактовка тоже возможна. Переломный момент. Зато красиво звучит. Красиво звучит, да. И этого никто не отменял, да, 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 да. Вот, к сожалению или, к счастью, может быть, вот такая вот ситуация сложная, она может быть для кого-то новой возможностью. И вот вспоминаем учителей, то есть, срочно нужно было навык использовать вот такую вот дистанционную работу, которая может быть очень полезен и которая потом можно будет использовать. Я читал очень интересное интервью с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым. Он говорит, что сейчас очень многие перешли на удаленку вообще во всем мире. То есть, такой процесс произошел и, скорее всего, этот опыт будет положительным. И что вообще офисы сейчас будут сокращать вот такое присутствие. Вот, кстати, да, я говорю, вот то, что мне кажется, может, я ошибаюсь, я не специалист, например, по коммерческой недвижимости, но мне кажется, что будет очень большой обвал на рынке вот такой вот офисной недвижимости, потому что очень много директоров, владельцев компаний, да, там, ЛПРов, лицепринимающих решения, да, они имеют такой консервативный склад мышления, что нужно вот обязательно будем проходить в офис, там обязательно собираться вот физически и так далее. Хотя для многих видов деятельности, в принципе, это не очень нужно. Особенно, если человеку, там, полтора-два часа ехать на работу, там, значит, он уже приезжает уставший, потом обратился человек, три часа просто продуктивное время тратит тупо на дорогу очень часто свой этот офис. Когда он просто вынужденно посадил людей дома и увидел, что многие из них на самом деле уже были готовы к тому, чтобы работать дома, и даже если он там, извините, там, почесав себя где-нибудь, значит, пошел к холодильнику, там, отвлекся, это время такое домашнее, но гораздо меньше потратиться, если он бы на дорогу ехал, да, то есть в офис тот же самый. Поэтому, в принципе, будет революция, то есть люди поймут, отдых, мне не надо платить за офис, то есть я могу держать команду удален, да, и когда он поймет, посчитает, что, о, ничего себе, там, экономлю несколько сот тысяч рублей, там, или, там, миллионы, вся большая компания, да, начитал, у меня там половина сотрудников просто может работать дома, ну, это интересный опыт. Ты понимаешь, чем, да, но этот процесс, он идет. Я вспоминаю, в 2009 году, когда был кризис, вот у нас строили Москва-Сити, уже тогда его строили, и понятно, что арендаторов может быть гораздо меньше, потому что, ну, в кризис, там, меньше снимают, это офисную недвижимость, и они быстро переориентировались, и в Москве-Сити, допустим, некоторые вот прям башни. Апартаменты они сделали. Да, переделали срочно апартаменты, понимаешь, то есть, да, это не так. А, в другой стране, да, если у тебя офис на этажом ниже, то, в общем-то, можно исходить на работу, вот этот другой вопрос. Мне нравится, кстати, как в Китае, вообще везде в Азии, вот у нас в принципе тоже так раньше было. То есть, вот твоя лавочка, ты внизу работаешь, ты в тапочках поднялся, и на втором, даже ты живешь. То есть, как бы, вот, в общем-то, твое жизненное пространство. То есть, это тоже интересно, вот, понятие удаленки. То есть, например, наверное, было бы здорово, если бы какие-то бизнесы были организованы так, что жилое пространство очень близко, это, да, в общем-то, удален ты, не удален, в общем-то, логично. Ну, и еще интереснее становится, что у нас там, вот эта вот диджитализация, глобализация и сегодняшняя вообще ситуация показывает, что вообще можно работать из любого места, не обязательно из дома, до которого тебе нужно ехать. Ты можешь в это время находиться в Костромской области, ты можешь находиться… Да, да, в Астраханской, и не знаю, там, на Бали, на, я не знаю, там, нет, наверное, с МКС, хотя тоже удаленная работа. Ну, а почему бы нет? Кроме интерета, в общем-то, ничего больше не нужно. Да, и это будет очень интересно. То есть, сейчас можно, находясь в России, работать в другой зарубежной компании, можно работать за рубежом в российской компании, можно получать образование, когда вы находитесь в России, через Курсера, через… Это было и раньше, сейчас это все просто актуализируется заново. Вот, можно получать образование от лучших там университетов. Да, это все становится доступно для каждого, и вот нужна вот сама организация, твердость характера, умение ставить перед собой цели, как-то достигать их, вот работать над этим. И это становится такими, может быть, чуть ли не ключевыми какими-то навыками, возможно. Ну, вы, кстати, говорили про вот эту тоже вот эту вот мотивацию, да, получается, что перед человеком стоит действительно очень большая задача, то есть, постоянно осознавать, что вот это вот жирное условное время, как-то вот это там на этих политиках сказал, оно как бы, в общем-то, постоянно уходит, и приходит кризис, потом снова, то есть, мы уже там пережили, то есть, я сейчас говорю с партнером, кто меня там постарше на 20 лет, да, и вот он пережил, получается, вообще там пять кризисов крупных, там, или шесть. Три из них были очень серьезные, да, там, когда там люди теряли все, там, огромные компании разорялись, и, в общем-то, даже сейчас ситуация, в общем-то, может быть, в каких-то сферах вообще фатальная, да, в каких-то сферах она, в общем-то, даже и не такая фатальная, как, например, кризис 98-го года, когда там все обвалилось. Вот интересно то, что, получается, сейчас мы, ну... Я бы сказал, 91-го, да. И за 1-го, так это вообще просто смена породила. Вот это тогда все, да, полностью поменялось, наверное, да. В этом смысле у нас, может быть, даже в нашем таком российском, постсоветском пространстве уже проще отношение к этим кризисам. Ну да, но это все-таки опять-таки проблемы от того же, например, бизнеса, то, что многие боятся какой-то долгосрочного планирования, вот сейчас может все это лучше и лучше становится постепенно в плане, скажем так, можно назвать это лучше или хуже, но, по крайней мере, ощущение стабильности какое-то присутствовало какие-то годы там подряд. Интересно, как вот человеку, да, как он должен поступать, видя вот этот кризис и, видя какое-то жирное время, то получается, что ты всегда должен готовиться к кризису, да, то есть ты всегда должен в каком-то пребывать в тонусе и не забывать, что тебе, в общем-то, что впереди может быть не так сладко, и надо всегда развиваться, всегда как-то вот себя что-то делать с этим. Ну, во-первых, да, можно всегда готовиться к кризису, но это тоже не должно быть, знаешь, смыслом жизни. Ну, это понятно. Это можно так и до неврозов каких-то дойти. Мне кажется, вот вообще интересно там пообсуждать, и твой, может быть, тоже опыт, вот как в этой ситуации, вот допустим, если вот кто-то теряет, можно там потерять очень многое, вот как в этой ситуации сохранить как бы себя и заново, не знаю, возродиться, как Феникс? Ведь есть люди, которые теряют работу, действительно, и без возможности в своем регионе вообще ее там получить в каком-то. Это люди, которые очень много чего теряют, но ведь дальше можно же ведь, знаешь, я не знаю, все возродить и еще больше, может быть, заработать. Ну, вопрос, вопрос того, кто это и какие есть возможности исходные, потому что понятно, что действительно, к сожалению, у людей там в регионах, где в принципе там мало работы или это не предприниматели, просто обычные сотрудники какой-либо компании, например, какая-то компания там туристическая в регионе сейчас обанкротилась, да, и там еще там новые компании обанкротилась. И по сути сейчас нужны, наверное, больше всего только курьеры, да, так когда это отсюда открытая будет локация, по крайней мере сейчас. Пока дронов. Но пока дронов не разрываем, я думаю, это будет не скоро. Я помню, в Китае еще вот буквально 5 лет назад, нужно через обсуждение, когда пошел взрывной взрывной рост от всех этих Таобао и GD.com и прочих, это тоже давно происходит, алибабата давно развивается. И уже тогда было обсуждение, что курьеров действительно безумное количество, на них есть спрос, но это низкоквалифицированный труд. Высоквалифицированный труд, а все весь какой-то там, в большую сторону IT куда-то движется, ну, либо какие-то фундаментальные науки, ну, что-то вот туда. А чего-то такого вот прикладного, чтобы не слишком заумно, но и не совсем уж курьером работать, и вот такой работы как-то не так много, скажем так. То есть, либо там ты идешь просто в цех, там, да, там, собирать условные айфоны, либо ты, в общем, какую-то курьерскую работу, там, принеси-падай, либо ты вот куда-то уже стремишься в менеджмент управления, там, куда-то туда. Ну, есть как-то резкое распределение, для этого середины, как это вот, мало ее. Пока они не сквалифицированы, высок, квалифицированные? Ну, да-да-да. Но пока я, я, это общался с китайцами, вот в своей сфере, да, вот. Понятно, что в фронт-сферах по-разному. И в городах, наверное, тоже по-разному, потому что я на общаться с такими небольшими городами, да, да, людей, людьми, кто живет в небольших городах. Но интересно то, что вот, что тенденции, которые там намечались уже давно, вот с этими курьерами, тем же, да, и то, что все дистанционно, и то, что люди уже тогда в городах, принципе вымирали торговые центры было в де-факто это была очень большая проблема для китая она продолжала быть и я общался на протяжении даже ну я по чаю до отчаянные рынки там в том же пекине там реально у них там покупательская способность падала до нуля и при этом не потому что китай беднел китай наоборот богатил просто житель значит города который разбирается в чайность приедет на рынок забирается там хочет одежду куды быть он приедет там царе магазин но масса потребителю он как бы ему все равно он там близит те же marketplace и как у нас сейчас растут да там все эти волны и он не пойдет с и а сейчас получается что-то кризисом долбанул по этим т.с. и поэтому флайновым бизнесу настолько сильно видишь то есть мы обострилась что что было раньше то что уже было проблемы да это уже была проблема хуже то о чем мы говорили там еще полгода назад она отчасти ну в общем-то да и просто просто я не знаю нутрирована добилась как бы да то есть резко-резко резко такой шо шоковая терапия то есть по сути вымрет мне кажется всякая посредническая история во многом то есть останутся производители по сути и логисты и marketplace за которые это представляет спасу сейчас тебе про бизнес именно ты говоришь как выживать да то есть мне кажется надо делать свое продукты купи продай когда обычно просто ты просто что-то там покупаешь то что легко найти и это сделал не ты то тут может быть ну первый вариант франшизы когда-то там официальный дистрибьютор на каком-то там регионе там да окей там даже нас такая же схема тоже есть она работает в других бизнесах это работает но если ты например просто без каких-либо обязательств со стороны поставщика начинаешь торговать его продуктом и поднимать его как бы авторитет этого продукта а потом просто этот момент твои клиенты находят напрямую это рано и поздно любом случае придет по сути твоя работа ты ее решаешься и и не будет и по сути сейчас в только фундаментальное производство какое-то пусть даже небольшого либо какой-то супер круто сервис там как marketplace и там все эти вот значит прости сейчас тебя перебью мы с тобой уже начинаем говорить обо всем надо может быть это и хорошо в этом смысле очень интересно что короче попробую сделать такой вывод то есть выиграет тот кто сможет построить сам всю цепочку то есть который сам производит грубо говоря контролирует производство которое сам доставит до своей торговой площадке и сам продаст да вот в идеале вообще есть с нулевого цикла там среднем я вот пиалочка да вот пиалочка вот это сырье там условно сделали мы сами там по заказу значит там под питером сырье глазури мы тоже сделали сами по заказу здесь у нас в россии это слепил значит мой гончар у меня же да на маленьком нашем микрозаводике вот и мы сами доставили слепил для что он даже вас это даже будут даже если пиле но неважно это как пример понятно что может быть те кто если не мои подписчики кто не увлекается чаем забавно наблюдать но суть в том что да это наш такое микро производство которое я когда заперся дома я понял нас дед гончарную маленькую фабрику вот это очень прикольно и мы это сами тут же продаем в розницу то есть не оптом никому-то там нас это маленькая очень небольшой объем там несколько сот изделий а фактически есть своя торговая площадка через армоша если бы я ее не было то было бы тяжело было бы очень тяжело как и сейчас очень многим нам даже десятка может сотни гончаров которые например вели мастер-классы о центрах вот этих вот таких вот где там садистов дети и так далее сейчас все закрыто и второй рецепт получается постоянная диверсификация да вечно вот не в одну корзину да то есть это ты каким-то одним бизнесом занимаешься то ты не знаешь какая сфера может быть затронута следующим кризисом потому что мы даже не можем предположить какой бы кризис и с чем он будет связан сейчас окей там вирус значит все на карантине а потом может быть там наоборот там чем война там да просто какая-то страна там резко обесценится все и те надо будет переехать моментально и случайно про есть у тебя там производства то ты как раз ничего не сможешь сделать то есть ты кого будешь на земле и ты пострадал там да там или еще какие-то проблемы поэтому надо иметь очень разные направления там в идеале иметь и образовательную какую-то штуку есть какой-то есть скилл там да онлайн какой-нибудь там и какую-то аудиторию соцсетях свою и какой-то своего производства кота продукта физического и какой-то продукт информационный то есть максимально диверсифицировать и ситом продавать все что можно продать давай сейчас попробуем с тобой фокусироваться и вот не знаю рискнем дать какую-то рекомендацию сегодня да чего делать вот допустим человеку вот сейчас который оказался запер дома и в общем он дезориентирован он не знает чем позаняться можно попробовать тем кто сейчас мы знаем все из публикации что для большинства людей сейчас столкнулись с тем что доходы у них сильно снизились укрой может как вообще не уволились да если вообще-то и не оплачиваем отпуск и таких людей очень много может быть даже большинство кроме там нескольких них нескольких отраслей вот что таким людям может быть стоит сейчас сделать мне кажется учиться первую учиться да ну то есть я бы точно абсолютно точно получать новые навыки образование это сама скажем так саморазвитие вот это вот может это супер там пафосно ли попсово звучит но это действительно то что поможет во первых просто отвлечь от всего этого то есть потому что когда я после себя даже вот когда эту глину себе придумал да то есть причем это придумал до кризиса как ни странно буквально за пару недель всего этого так просто получилось мне это просто такой антистресс сижу там что-то леплю я не читаю эти дурацкие новости там то есть не забиваю голову ерундой по сути там сейчас огромное количество детей там все везде коронавирус коронавирус вот впервые мы сказали это слово в этом видео кружеса нашей ни будем коровы слышно более пути да и все об этом говорят и все только об этом думают и чекают слушают а какую там статистика цифр но абсолютно это такая неконструктивной получать занятия потому что ты ничего не можешь сделать и может никак повлиять то есть ты можешь соблюдать подписание и должен собой подписание сказал там сиди дома сидить дома это можно в это верить не верить на есть на закона закон мы обязаны соблюдать может там с этим быть согласными согласным там какой-то к из прологию до вокруг этого развивать это абсолютно неважно вот и сидишь дома вот значит ты заперт да там у тебя допустим есть как отдаленная работа даже если она осталась замечательно если нету может ее поискать поиск сейчас есть там в кул центры людей берут потому что опять таки все вот эти вот marketplace и безумный сейчас всплеск продаж огромнейший и понятно помимо курьеров нужны какие-то там удаленные работать в принципе востребован может быть она не очень высокооплачиваем но если какая-то совсем грязная ситуация мне кажется что-то там за небольшую сумму точно можно найти если есть какое-то образование или там давай откроем может быть небольшую тайну даже даже две ты сам же перед тем как организовать чайный бизнес ты работал курьером то есть это не стыдно работать курьером у меня там по сути было чуть ли не было две работы переработал я работал в дендропарке подрезал значит это было 14 лет потом я вернулся в москву и да действительно я работал полтора даже года или полгода я уже не помню какой-то год что-то такое вот я работал курьером компания которая занималась доставкой кстати товаров из рубежа закупала там на амазоне тогда не было прямо доставки в россию такой вот непростой простой дайвун деятельностью занимались причем сипом даже продолжать заниматься да это на самом деле достаточно интересно и в общем-то это спорт опять-таки и это возможность не сидеть дома вот кроме подумать даже можно о чем-то по дороге кроме того кстати отдельно еще такое направление деятельности для тех у кого все хорошо с финансами это очень-то быть волонтером и помогать действительно потому что помогать врачам помогать там старикам эти продукты развозить сейчас тоже я смотрю популярна очень тенденция многие кто у кого есть такие возможности его транспортом деньги на это то есть они заниматься как это благотворительными проектами и это тоже очень хорошие помню саморазвития и проверка носить насколько ты вот может быть туристичным они только думать о себе свои там задницы и выживание то есть конечно что многим не до этого дай бог самим там семью покормить но кто может я смотрю очень многие предприниматели друзья вот они ударились в это ну еще давай может быть тоже как-то коротко прокомментируем то что вот сама изоляция мы вот тут вдвоем с тобой чая распеваем что у нас две семьи мы давно дружим и на самоизоляции и сидев по две недели честно никуда не ходив мы решили да да и дети у нас да здесь мы за городом и самоизолировались и даже немножко напоминаем реальную жизнь кстати кстати хорошая тема самоизоляции то что вот пока не поздно да то есть можно выехать дом мне повезло что я живу тоже в доме квартире конечно насчет с ума сойти безвылазно очень сочувствую конечно многим кто-то кому многим миллионам кому приходит сидеть это непросто и поэтому я говорю что любая работа если вы не боитесь заболеть и вы не ходите в группу риска пользоваться средства защиты да и пойти тем же курьером куда-то работать может даже лучше чем сидеть дома если вообще уж ничего делать но я я буду первая мысль подготовки проgle подобный это все-таки делать 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 так очень случится учиться а учиться да они а безусловно на самом деле этот активность то что нужно не опускать руки никогда то есть когда у тебя ты такой живешь и просто что все круто все круто и даже в голове они не формируются на ли что в какой то нет может это терне круто ты должна у тебя какая-то подушка безопасности во вторых какой то навык или года набор супер разных навыков которые ты можешь применить вот это вот по моему очень важно не зависит того там будь я бизнес или ты просто наемный сотрудник там в любом случае мне кажется ты фактически говоришь о том о чем говорят многие известные бизнес-тренеры знаешь как такое вот есть мы недавно совсем вот беседовали с алексеем мулановским очень интересный карьерный специалист по карьерному развитию народ и он повторял по моему то не роббинс значит первое того чтобы там принимать какие решения нужно пройти в тонус то есть можно с помощью физически какой-то зарядки и прибью смотрите мы грим бесплатные вещи которые обычно 10 тысяч долларов сейчас был за зовут какие-то там наши без десятков минут все расскажу можно после этого ничего значит привести себя в тонус первое ну то есть чтобы организм работал и сознание и в общем-то все функции мышление работ ну или чай медитация там все что угодно второе это позитивно посмотреть на вещь позитивно посмотреть не то что там все будет как потом плохо он тогда и как бы и делать ничего не надо ну да поза должна быть какой-то настрой на это все посмотреть попробовать позитивным завет какие могут быть позитивные моменты вот это вот поискать что-то и дальше поставить перед собой цель которую интересно было бы добиваться вот так согласишься да абсолютно согласен на сто процентов лучше поставить несколько целей если от нас здесь получится какая-то другая . выстрелить то что это кто-то говорю по моему ford сейчас уже сейчас уже не помню говорят какой успешный бизнес вы сделали как здорово там разбогателись вы знаете сколько до этого у меня провалил на самом деле честно я могу сказать так же сам то есть у меня было меня многие тоже спрашивают продукты если вы смогли заговорили про это успешный успех не помню как-то помыть и тема лебедев сказал очень офигенно сказал так вот на тему когда кто-то тебе рассказывать что он такой вот классный он так все запланировал спрогнозировал свою судьбу и бизнес и вот он такой успешный потому что он такой крутой и поэтому такой успешный это полный чушь то есть просто складываются какие-то обстоятельства часто это везение во многом во многом это какие-то конечно может быть и качество на принципе эти качества могут присутствовать и многих людей но просто каким-то будет какой-то момент не то что не повезло но по-другому сложились обстоятельства даже на самом деле может быть их там условно якобы казарька кажущийся не такой большой успех может мне гораздо больше успеха чем для вот этих вот успешных людей которые многие из которых действительно находится постоянном стрессе которым очень тяжело там то есть богатство это на самом деле не показатель успеха как-то нового для меня так было то есть нет самореализация много раз важнее или какое-то ощущение на полностью жизнь и вот это как раз ощущение на полностью жизни оно возникает тогда когда у тебя как раз есть правильные цели есть стремление делать есть вот это самое позитивное мышление что ты все равно стараешься во всем искать положительные чарты пришли мне такой еще вопрос мне кажется это интересно вот как ощутить себе вот эту мотивацию ты каждый раз же каждый раз вот у тебя несколько было попыток же они там были какие-то с разным успехом но не так они выстреливали и они загибались как-то каждый раз находил что-то новое как ты в себе это чувствовал слушай знаешь вот я задумываюсь об этом много раз не знаю как-то вот какая-то вот как будто что-то тянет вот такое ощущение вот что тебе надо сделать и ты делаешь не потому что тебе надо то есть ты не должен заставлять делать тебе ты не можешь не сделать такое такое ощущение чтобы работать настолько хочется жудит все вот тут и у тебя с ее частью дело влексят глины я принципе до этого любил керамику и собираю там все это но вот я вот иду и мне хочется лепить хочется лепить и ведь еще не не спать могу буду лепить да и мне как то вот этот тянет это поиска хороший пример когда ты любите там чем быть там руками делать да и вас тянет к этому или может быть не любите руками делать любите там программировать на его просто может прет от того что получилось там как у вас вышел код и какое у вас получилась программу как же здорово ну такая там да то есть любое это отделoxetta ты вообще ни что это и мне кажется очень важный результат ощущение того чтобы твой результат он тут же куда-то применился и тут же полезен очень многие демотивируют что они работают на любой то работе где у них плохая синергия с руководством например и они отработают работы работают и не понимали не понимают для чего не работают и и более того когда они вносит какие-то разумные как их как им кажется предложение не слушает и не слышит и в этом плане Конечно, любого работника это безумно демотивирует А когда слышат, когда тебе дается свободы Когда и работник толковый, потому что Бывает что предложение дебильнее Бывает, не все гениальные на свете Но тут у нас вот эта синергия, по-моему То есть если ты работаешь на кого-то Тебе должна быть синергия с руководством полная Тебе должны доверять, и ты должен доверять И какое-то вот общее течение жизни Оно тебя будет мотивировать само по себе А если ты работаешь на себя Тут, конечно, некая рисковая И это бесстрашие, потому что Выход, как говорят, тоже расхожая фраза вот выход из зоны комфорт условно он должен присутствовать постоянно и еще вот лично для меня не бояться тратить деньги на ресурсы какие-то вещи потому что нас тут это тоже проблема россии во многом люди боятся вкладывать и играть в долгу то есть люди боятся люди берут как бы ну даже может посмотреть купе-продай вот это вот схватил урвал побежал то что и даже снимал этим видео как одним словом описать все современные вот бизнес невестного очень многих сожалению урвал схватил убежал да и во первых вот это вот крупный бизнес боится инвестировать в россии потому что нас по понятным причинам я не буду об этом говорить все все понимают да мелкий бизнес не имеет этих возможностей и боится тоже стать крупным потому что тоже все заберут и поэтому или боятся играть в долгу вот и как бы хочется конечно чтобы этот тренд как-то изменился в головах и фундаментально чтобы эти причины все ушли вот я скажу по своему опыту что у меня среди не было никаких вот таких вот может быть мы такие маленькие что мы никому не нужны но как бы так иначе мне не было так вот негативного опыта взаимодействия государством так или иначе но и может дело такое которое в общем-то не подразумевает какого-либо негативного воздействия и мы там уже честные хорошие все делаем правильно ищем даже серых дорожек мы не ищем вот и мне кажется да чем ты более открытый чем ты более честный с собой и когда у тебя еще с эти аудитория на 10 говорили предприниматели ну что другую тему затрону но пускай уж на прозвучит когда у тебя большая аудитория там и там условно говоря популярно тебя сложно нагнуть нагнуть законным образом незаконным то есть тебя сложно сделать что-то с тобой нехорошее незаконным путем потому что мы будем тоже расскажешь это тут же все осветит свет вообще это уникальная штука есть две крутые штуки культура и свет вот свет он все проясняет все чернота на себя просто ее не видно культура эта штука которая системо образующие которые боятся люди вот как этим условно говоря так может так это немножко электрически звучит но люди которые творят какую-то фигню и те которые не могут ничего хорошего которые ставят препятствия бизнес не бизнес не важно они кого боятся культуры боятся света и когда девушка такое что является частью культуры отчасти чем-то хорошим вот какие-то позитивные что она настолько сильно мотивирует просто меня вот про себя они пишут такое количество девушек и там я начал пить чай перестал там бухать там торчать что-то еще мне там это изменило моя жизнь потому что ну это культурная штука да и она заменяет ритуал там потребление чего-то для меня вот это была очень большой мотивацией в чая это получает до сих пор каждый день пишут люди огромное количество на эту тему и для меня тут лично в моем время это было мотивацией если говорить про какие-то другие дела то конечно там может быть мотивацией уже там достаток прибыль какая-то да там то есть ты понимаешь если ты придешь в производство ты понимаешь что ты да ты кучу всего инвестировал оно будет долго потом развиваться но ты понимаешь что ты потом в себестоимости получишь еще совсем другую да целый продукт и когда веришь свой продукт ты не боишься инвестировать вот тут какая-то вот такая штука то есть ты должен одновременно верить продукт не бояться сделать его круто хотеть сделать его круто да и вот туда ты уже как бы не можешь не быть замотивирован потому что ты тут же видишь на первом же образце результат а ну и скорость скорость то есть когда люди вот годами что-то там планируют даже да тут давайте подумаем сейчас мы что-нибудь сделаем вот это вот все оно к сожалению ну контрпродуктивно абсолютно то есть лучше какой-то промежуточный небольшой результат может быть он неправильный может быть и никогда профессиональный но нужен результат который ты уже можно унитизировать или как-то показать или презентовать то есть это тоже по-моему очень важно то есть какой-то вот комплекс а мы не вдаваться во всякой фигню то есть тоже мне очень нравится на фразу по моему кто-то сказал каких-то американских товарищей или английских то есть don't touch moody water то есть не трогай грязную в воду да то есть не лезть в то какие-то дрязги какие-то там разборки нет не свои особенно да лучше дать ей постоять она сама остается она станет чистой то есть там кто-то тебя там ругает за что-то или ты там как-то чувствуешь что тебе обязательно надо вот эту тему в эту проблему затронуть там да она как бы принципе не твоя ну как-то так то есть заниматься работой не тратить время на фигню это то что я говорил на тему не читать про коронавирус вот не заниматься неконструктивной какой-то штукой да чеку-то хороший шин давай знаешь чего попробуем сделать прям сфокусироваться вот для молодого человека который допустим любит чай вот но вот сейчас у него там проблема какая-то с работой там она случилась по сейчас там испытывает там проблемы в заработке и прочее то есть у него сейчас это время она возможно не только не только такой проблемное тяжелое но но возможно и дает шанс на в будущем на что-то очень интересное потому что вот это вот образование это тоже инвестиция на образование это по-моему всегда очень круто это именно такой причем конструктивный мне кстати мы с тобой просто спорили на тему вот в академическом образовании да то есть у меня было другое мнение что и на гривеское образование но может он кому-то дает но мне на про наверно оно бы не дало ничего я незакончено собственно у меня образование а мне очень нравится форма когда как вот у меня один из сотрудников он творческий человек он начал какие-то краткие курсы мастер-классы от выбранных преподавателей по выбранным предметам которые конкретно узнают как применять и максимально разные то есть например он художник да вот он учит каллиграфию он учит там дизайн там он значит рисунок там скульптуру там вот все что связано как бы с его творчественным каким-то направлением да и это мне кажется супер круто когда вот сейчас такая возможность на самом деле к огромное количество бесплатных какие-то даже курсов на ю тубе есть очень крутые курсы и просто какие-то вводные мастер-классы платные и бесплатные есть какие-то дополнения там и так далее и все это можно смотреть просто нужно выбрать направление и не размусоливать потому что очень часто люди смотрят как знают вопрос меня спрашивают часто про китайский язык вот очень хороший пример сергей я хочу выучить китайский язык обалденно зачем ну мне очень нравится чай китайскую культуру вот так очень круто но по-моему это слишком крутая цель то есть если ты будешь чай но ты можешь учиться от отчаял там где-то моет книжку дал там где-то география китайской чай наказал мне но многим нравится именно тем что ты вот любишь чай ты хочется почитать про эти регионы там узнать как делается чай технология там так далее и это в целом интересно но мне кажется вот это вот ну вот максимально широко что нужно чек который хочет узнать что-то чай больше там знать особо не так нужно опять-таки может конечно китайский язык но мне бы кажется что логично было бы его учить если ты хочешь его это применять в работе то есть в чем-то в ком-то деле ты хочешь пойти работать переводчиком ты хочешь открыть бизнес с китаем ты хочешь там сам поехать китай что-то там наладить коммуникации ты хочешь на китаянке жениться в конце концов уехать ну то есть какой-то вот должна быть у этого цели вот тоже самое касается по-моему любого скилла любого обучения но как мне кажется давай сейчас попробуем тоже так вот это систематизировать я попробую сделать такой вывод ты меня на проверку в общем когда вы делаете что-то думаете о том как вы сможете монетизировать но принципе да то есть это по-любому так то есть вы на этом сможете потом заработать какую пользу это вам принесет да может даже не заработать на про реализацию проводять практику юни там да там ленда протеку тоже сейчас подавлюсь но принципе по мне так очень круто даже с точки зрения там еще брать всю духовную историю именно как дыхательные практики да что полезно особенно сейчас кстати дышать полной грудью да сейчас они полной грудью вдохну то есть это тебя на это монетизируют конечно может быть из так в этом вырасти что станет там каким-то преподавательным йоги онлайн но в целом тебе это даст вот о чем ты говорил что сдержать тело тело в тонусе да то есть крутая инвестиция в свое здоровье даже да про себе инвестиции дорогой больше сможешь поддерживать голову сразу первое просто принести в порядок мозги тело потому что когда в порядке мозги тело ты можешь такого дел он если тебя ты там сломø Itu диване и ты думаешь как же себя замотивировать и встать да никак тебя не замотивировать блин просто войни начи делать как бы это вот сначала несколько раз отожмисью облеси как холодной водорода да 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 упали про участием то сидишь на диване сможет ролик Estane Час они и отожмись 20 раз. Супер замотивирует прям вообще. Прям сразу что-нибудь захочется делать. Да или что-то там поделай физически. Вот. То есть, как бы, это момент, он понятно, что я сам, в принципе, не скажу, что какой-то фанат там спорта или что-то еще, но, в принципе, мне хватает физической активности. Там, не знаю, мы сейчас завели эту печку, там, дрова даже наколоть 10 кубов. Уже, в общем-то, вполне себе даже такой спорт. Или по лестнице побегать вверх, вниз там. Вот. То есть, какое-то вот такое занятие, оно должно быть. И, может быть, ты это не монетизируешь, но ты понимаешь, конкретно понимаешь, для чего ты делаешь что-то. То есть, осознанность. Вот это вот. Чай, я тоже любую, чай, это осознанно. То есть, он тебе собирает и дает какое-то понимание в его место. Ты начинаешь присутствовать где-то. А не просто там в облаках, видать. И вот это вот очень такая большая проблема, что люди многие находятся в каком-то полномочении или нозе. Понимание того, чего они делают, где они находятся, зачем они живут. То есть, может, там, не просто смысл жизни, но какое-то вот понимание того, зачем ты что-то делаешь. По-моему, очень важно сейчас. Ну, а как же вот быть с такой спонтанностью? То, что там, отпусти себя. И иногда нужно делать что-то, может быть, ну, такое, для того, чтобы расслабляться, не нужно напрягаться. Ну, то есть, когда ты не напряжен, в принципе, то тебе, в общем-то, расслабление особо не нужно. То есть, я вот, мне многие очень говорят, все-таки, 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 все-таки спокойный. Вот, это же полный пипец. У тебя там чайные клубы закрылись, ты, вы там, перешли на удаленку. Ну, во-первых, у нас не так все ужасно, как у многих, там, поэтому я говорю, а что, от того, что буду паниковать, там, бегать или как-то переживать на эту тему серьезно, это как-то поможет делу? Ну, им пролететь это конструктивное решение, что-то сделали там, да, то есть, нам, говорю, опять-таки, нам повезло, что мы занимаемся продуктом питания. Но я вот, что я больше всего не понимаю, это вот какое-то такое вселенское нытье от идеи, как бы, достаточно, причем, нормально, как мне казалось, на тему, как все плохо, как вот правительство то не сделало, правительство это не то, а это не это, а вот в Германии там, ну, я почитываю, к сожалению, новости, надо читать все, знаете, грешу эти, да, ну, по камер-ленту там где-нибудь в соцсетях. Ну, значит, как все плохо? Я понимаю, что вот человек накатал вот такую простыню, такой пост на тему того, как же вот что-то там нехорошо, я потом думаю, вот он потратил, наверное, минимум час времени точно на это, может, получше. Вот если бы он этот час написал бы статью в своем, например, каком-то продукте, например, вот человек у него трактическая компания, ну, напиши-то что-нибудь из своего сайта, напиши, как там, виртуальные путешествия, там, не знаю, еще что-нибудь, ну, как бы придумай какую-то задачу, займись вообще чем другие. Но если этот пост, там, я не знаю, 100 тысяч подписчиков, как бы пронесет друг, то это, может быть, и будет пользой. Может быть, нет, нет, безусловно, я так и не к тому, что не нужно говорить о проблемах, я к восприятию этих проблем. То есть, опять-таки, проблема, конечно, должна быть озвучена, если там, условно, хочешь достучаться там до государства или до кого-то, кто действительно должен помогать в таких ситуациях, когда вообще все плохо, то это да. Но я говорю про общее восприятие, вот, ну, какого-то жизненного понимания, да, потому что, когда ты просто вот в каком-то пребываешь в космосе и постоянно муссируешь какие-то неприятности и негативные мысли, что, конечно, это не соберет тебе, не даст тебе какого-то вот жизненного запала на какие-то действия. То есть, ну, такое возвращайся, вопрос, вот, откуда ты берешь на тело? Я ниоткуда не беру, я просто не делаю демотивирующих меня вещей. Стараюсь, я просто понимаю, что, то есть, надо, во-первых, осознать три штуки. Первый, не общаться с людьми, которые вас топят. То есть, это первое, это может жестко звучит, но вот если тебе кто-то там, вот, какой-то друг там, условный, который тебе просто, ты же говоришь только о том, как у него все хреново, значит, это не очень хороший друг. Ну, мне это кажется, да? То есть, он говорит, вот, у меня все плохо, у меня, да, у-у-у, окей, я послушаю пять, там, десять раз. Если очень давний друг, я могу даже года три пообщаться. Но если у него ничего за эти три года не изменилось, он по-прежнему находится вот в этом, вот, у него все плохо, наверное, я как-то от него, как-то буду дистанцироваться. Потому что я понимаю, что я не могу ему помочь, потому что я ему делаю все, что могу. Я ему советовал, что-то подсказываю. Естественно, был такой товарищ, вот, очень хороший парень, слава богу, кстати, вот, вышло, что-то там у него получилось. У него был там один бизнес, другой бизнес, что-то не пошло, там не пошло, здесь не пошло. И вот он постоянно, вот, как у него все плохо, у него все плохо. Договорю, ты же девушек, пробуй дальше, тяжело, да, я понимаю, ну, блин, вот. И вот это все-таки вышло у него, кстати. Можно, наверное, перевернуть это в другое, что надо окружать себя теми людьми, которые вас как-то развивают. Да, 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 и которых вы развиваете, которым вы интересны по какой-то причине, там, да, там. И, кстати, такая штука еще, может, это не очень правильно звучит, но люди говорят, вот, любите меня таким, какой ты есть. За что ты должна любить-то? За что ты должна любить такой, таким, какой ты есть? Будь таким, чтобы тебя любили. То есть, вот эта вот история, что ты, вот я такой, вот вы цените меня таким. Вот это вот, типа, ну, принятие, там, да, вот как Бози Позитив, там, вот тоже вот, оттуда же из этой истории. Это хорошо, конечно, это можно принимать любым, там, физически, духовно, но если ты не делаешь ничего для того, чтобы развиваться и чтобы людям, с которыми твои близкие, твоя семья, твои друзья, твои там там коллеги чтобы было с тобой просто хорошо то зачем тогда ты нужен людей очень много жестко жестко но это правда то есть как бы это правда но я считаю что как бы нужно вот как раз ты говоришь ответственное время что человек должен брать за себя ответственность и осознавать вот свое место в мире и свои обязанности перед миром и не мир тебе обязан ты обязан прежде всего места ничего не должен чуть лет чуть должен ты окей это там может быть член справедливой там человеку страны стране значит условно должна конечно здесь в какой-то степени она не должна решать за тебя кем ты будешь не должна решать за тебя какое у тебя будет за это настроение там или какую-то навык обретешь не обретешь с тобой допустим кто-то приступил несправедливо там работодатель там или правительство окей меня это правительство поменять работодателя этим мешает . да это стрёмно да это может быть какой-то выход из зоны комфорта но только так все это развивается это эволюционный какой-то процесс то есть если не происходит как ты выражу без шока не происходит развития то есть без какого-то сдвига с то есть на самом деле даже в этом примере сейчас меня ситуация произвела безумный шок конечно как она всех предпринимателей я думаю затронуло это в случае вообще всех даже тех кого все хорошо все но это затронула и я хочу стримы вести никогда не вел и как бы тут типа так сделать все по-любому завели кучу народу причем тех которые очень давно не стримы ждали там из украины ребята из белоруссии из европы там других городов россии куда я не мог доехать там наконец-то можно вживую пообщаться то есть вот это как минимум это такое вот маленькое микро достижение тогда там мы поняли что можно доставлять чай сюда доставка сейчас выросла потому что люди не могут приехать в чайный и как бы тоже это происходит конечно не в тех объемах как бы хотелось но все равно мы работаем и нам условно хватает поддержать сотрудников кстати вот вопрос о поддержке да мы сейчас пока еще никого не уволят то есть мы сократили зарплату к сожалению особенно тем кто вынужденно сидит дома надеемся там что там апрель или может там полмая мы так протянем если дальше конечно к сожалению может придется кого-то уволить очень не хочет это делать я безумно ценю команду и надеюсь что это будет получаться хотя бы иметь какой-то минимум поддерживать ребят чтобы они могли посуществовать пока все это происходит а потом снова откроемся снова пойдет обратно достанавливаться все много много обо всем сразу по-хаотичному много обо всем сразу еще интересно вот и как бизнесмен вот как-то оцениваешь даже как-то смотришь на сотрудника ты вынуждена это делаешь вот кто самый ценный сотрудник и даже не про профессиональный хотя может быть и про профессиональные на руки вот как сам и сами цену с кем бы ты в последнюю очередь бы ростался как как бы так но я вы знаешь сказал так я я за ним понял что люди безумно разу задача руководителя быть каким-то ментором таким до суд ментором смотреть над ситуации то есть одновременно понимать работать мелочи но не влезать них и не мешать работать задача не мешать работать сотрудником. Это первая задача, по-моему. Вторая штука, если сотрудник в чем-то, скажем так, не талантлив, то, значит, в чем-то, скорее всего, талантлив, в принципе. В большинстве случаев так. И задача, если у тебя есть возможность, есть такая вакансия, найти ему такое применение, которое максимально хорошо для его, скажем так, реализации, и он именно в этом себя лучше всего показывает. У меня было много такого опыта, разного, то есть кто-то уходил, кто-то приходил, естественно. И я бы вообще не сказал, что у меня в последнюю очередь или в первую очередь, то есть это очень, Берг, не зная, что будет, то есть я бы ни с кем не оставался. То есть я безумно люблю команду, и мне очень нравится, как все происходит, насколько у нас увлеченные, с горящими глазами люди работают, причем на всех фронтах, будь то там, не знаю, склад или клубы, или там менеджмент, то есть управляющие мои, то есть у нас не такая большая команда. Но я бы, я ценю все способности, то есть, но больше всего, конечно, да, если ты говоришь, что больше всего ценю, больше всего ценю, когда мне не надо ничего говорить, а человек понимает, что делать. То есть я даю право на ошибку, обычно всегда даю право на ошибку у человека, то есть ты можешь ошибиться, и тебе, скорее всего, жесткого ничего за это не будет. Ну и инициативность. Да, инициативность, скажем так, самостоятельность, и конечно, какое-то соблюдение и субординации, то есть без самодужества, но в какой-то степени бывает иногда даже сильная инициативность, это, скажем так, лучше, чем полная демотивированность, то есть как бы иногда, может быть, ты дашь какой-то вот, скажем, такой запал, да девочек хочешь, да, делай, вот тебе проект, фигач. Когда ты понимаешь, что потом просто проект сделан, это в сто раз лучше, чем если бы человек тебя 50 раз до него увлекал, сказал, Серег, ну привет, давай проверим, давай посмотрим, и он может быть он так бы сделал его лучше, он бы делал, во-первых, дольше, потому что он согласовывался на каждый шаг, он бы за это время был бы демотивирован, потому что боялся бы, блин, а что же Серега-то скажет, а вот сейчас я накосячу, сделаю что-то не так, как надо, и за страх он гораздо более демотивировать, чем если человек накосячит, мы потеряем деньги где-то там, мы там что-то, на что-то не получится, это нормально, зато потом человек будет бояться, и он научится, и только есть такой человек, вот я люблю вот это, и я учу всех быть в той или иной степени таким, в основном, да, там как бы вот мой топ-менеджмент, да, управляющий, там, кто меня занимается складом, там, да, кто-нибудь занимается управлением клубами, ребята, да, вот все, в принципе, такие, так или иначе, да, то есть в разной степени, и я это безумно ценю, и, конечно, в принципе, так как сверху идет такое направление, я надеюсь, там, да, там, ребята, кто слышит это видео, там, сотрудников, может тебе написать, если что-то не так, мы всегда об этом говорим, что одежда, во-первых, связь какую-то, может быть, есть какая-то дистанция, но все знают, что не можно писать, что он может поговорить, обсудить любую проблему и как-то решить ее. Ты, слушай-ка, ну, все равно сейчас получается так очень немножко, вот я тебя слушаю, как сказать, немножечко так слабостно, это означает, что, в принципе, каждый человек, если у тебя, кажется, любого можешь принимать, вот с улицы, берешь любого, любой, вот, садись, все, и дальше твоя ответственность, нет, где? Ну, у нас, у нас есть, как бы, скажем так, некий регламент, мы залезаем во внутреннюю кухню компании «Малчай», но ничего, у нас есть некий такой, скажем, регламент работы, который, в первом случае, это, значит, мы сначала людей берем, там, условно, курьером, на склад, там, сборщиком, что-то какую-то такую работу и смотрим, как он работает. Это, в принципе, не мы придумали, это было придумано очень давно и применяется в огромном количестве компаний. Это, если человек хочет расти на земле. Если человек творческий, то он может сразу прийти на какой-нибудь, там, СММщик, там, не знаю, там, дизайнер, художник. Это часто бывает с дельной, когда фриланс-работа просто проектная, да, условно, там, монтажер видео, там, то есть у меня огромный штат людей, которые, даже не штат, а именно как раз вот людей, которые, там, включая на такие вот работы с дельной, которые занимаются, собственно, ну, онлайн, да, в основном, да, и программисты, там, еще, там, с ними, как, усыпая работу, да, например. То есть они, по сути, не являются штатными сотрудниками, они являются, как бы, контрактами какой-то работы. И тут, естественно, все просто. Ну, то есть просто сдельная работа. Сделал работу – получил деньги, не сделал работу – не получил деньги. Это очень просто, честно и понятно. Вот, с другой стороны, конечно, они, может быть, не защищены социально, потому что многие даже утуждают такой тип ведения дел, да, когда человек, там, вместо того, чтобы человек официально не устраивает, он приставляет его регистрируйте по этому и так далее. Это не очень хорошо, и я, в принципе, таким не страдаю. Но я в той сфере, где я нахожусь там, в принципе, так принято. Ну, потому что программист, который достаточно высокая зарплата, естественно, никто не хочет платить такие налоги, и часто очень программисты работают автономно дома, работают именно проектно с какой-то компанией. Для них, похоже, ничего не поменялось. Ну, для них, в общем-то, ничего и не поменялось, и ничего они там не потеряли, и все хорошо. Да, то есть тут, как бы, такой момент. А ты, кстати, о чем мы сейчас говорили, да? Че это кое-что? Я сейчас забыл. Мы сейчас говорили о том, мне даже больше… Как прийти. Как прийти, ну… Как выбирают. Да, как выбирают. Ну, мне интересно, давай прям сфокусируемся, и вот прям, может быть, прям вот коротко. Вот кто точно нет? Вот кто точно нет? По каким характеристикам ты поймешь, что нет, не подойдет, не приживется у нас такой человек? Ну, вот как раз вот демотивированные какие-то люди, то есть абсолютно, ну, медленные, демотивированные, и без каких-то явных, скажем так, талантов или умений, скиллов, скажем так, да, потому что бывают люди медленные, но супер заряженные в плане какой-то своих способностей и умения действовать. Делать какие-то дела, может быть, медленно, но очень круто. Тут вопрос, есть какие-то дела, которые можно делать не очень быстро, но в то же время есть и дела, которые… Большинство дел нужно делать, скажем так, со средней либо быстрой скоростью. И я вот не люблю медленных в целом, вот, но это мое субъективное, то есть на самом деле я себя учу быть более, скажем так, непредвзятым, потому что ты смотришь просто, что получается. И в каких-то случаях, конечно, ты говоришь, жестоко, да, но вот, к сожалению, да, так получается, что кто-то просто тупо не может. И все. Вот он не может, не справляется. Ну, человек, вот такой вот он получился. Человек, когда так получилось, ему нужно, сказать, какую-то работу, которая, скажем так, вот, негитативная, спокойная, может, какая-то фундаментальная, такое что-то вот неторопливое и там, с другой области вообще, да, там, не из области деятельности компании, которая привыкла работать в каких-то других скоростях чуть-чуть. Мы проиграли вообще быстро делать. Я сейчас приехал в Европу и обалдел, как же там все медленно вообще. Ну, зато основательно. То есть, ну, тоже некий опыт. Основательный? Ну, да, ну, то есть, в банк только по записи. Через неделю ты приходишь, но с тобой здесь два часа, и выяснять все, что нужно, и делать все, что нужно, но очень медленно. Там, риэлтора там какое-нибудь, там, помещение мы ищем, например, и, то есть, другая ментальность абсолютно. В Китае все быстрее, в Европе все медленно, а мы где-то посредине вот так баландаемся там. Мы с тобой еще одну тему хотели поговорить, помнишь, про призвание? Это вот тоже вопрос, в принципе, касающийся напрямую твоей деятельности уже, скорее даже. Да и любого человека. Ой, здоров. Спасибо. Будь аккуратным. Призвание будет нормально. Да, значит, ну, призвание, что это такое? Наверное, для любого молодого человека, когда ему говорят про слова призвание, призыв, сразу думаешь, вот про что ты думаешь, призыв, когда говорят. Призыв в армию, да. Ну, то есть, долг, обязательства какие-то твои перед, перед кем-то, твои обязательства, перед кем-то, перед Богом, перед чем-то, перед природой. Перед чем-то очень-очень, да. Каким-то фундаментальным. Каким-то большим, и чего ты не можешь против чего-то не пройти. Это когда ты можешь переложить ответственность за свою жизнь на кого-то? В принципе, вот это вот и есть, по-моему, призвание. Ну, отчасти да, а можно говорить про предрасположенность. Понимаешь, то есть, есть природные какие-то твои данные. То есть, мы же тоже не можем против этого пойти. То есть, есть что-то, получается, у тебя лучше. То есть, есть же скорость реакций у человека. То есть, один человек будет работать, даже не работать, будет лучшим спортсменом. Это чисто природные данные. Он будет бегать быстрее, ноги длиннее. А у другого человека нет этих данных. Он не будет бегать там настолько быстро. Это такие тесные, каких-то тесно-тесно связанные какие-то понятия. Здесь самое интересное, если говорить про призвание, наверное, то, что сейчас это отходит на второй план. Если раньше говорили больше про призвание, когда вот это долженствование было выше, когда выбора было значительно меньше, то сейчас все больше ответственность находится перед каждым человеком. То есть, за себя. Конечно же, есть некоторый долг в обществу какой-то. Мне кажется, все-таки, что он есть в обществе. Ну, вот опять-таки, когда я говорил про какие-то волонтерские истории, там, удовлетворительность, ответственность социальная, там. Сейчас же это супер вообще модно быть социально ответственным. Нет, ну, может быть, это и хорошо. Вообще, в принципе, хорошо быть некоторым социально ответственным. То есть, думать о том… Быть включенным, потому что ты не один. Я бы вообще так сказал бы, что ты вообще должен думать о том, что вот что ты делаешь, почему это людям может быть полезно, для чего это может быть пушно. Да, 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 да. Это же элемент реализации. То есть, когда мы возвращаемся к теме, когда для чего ты это делаешь. То есть, если ты делаешь просто так и непонятно, кому это надо и зачем, тогда, собственно… Ты не ожидаешь, что общество должно тебя за это благодарить. Да, да, да. То есть, как бы ты… Ты можешь это делать, но это не обязательно кому-то интересно. Так что, когда ты что-то делаешь и хочешь там какой-то иметь успех, надо думать о том, почему это может быть полезно. Ну, да. Полезно людям. Ну, либо прям сразу на этом фокусироваться. Кому это нужно и для чего-то. Да. А второе, вот, про некоторые предисположенные, это, конечно, нужно изучать себя. Это самопознание, это надо как-то понимать каждому человеку. Вот это выискивать, какие-то свои особенности. Но, кстати, вот твоя штука про форминационную, она же этим и занимается. Именно так, да. Мы пытаемся сформулировать для человека вот несколькими простыми, может быть, даже словами, с помощью тестов других технологий, тестов других технологий. Вот свои мотивы. Я оставлю ссылочку на компанию Кирилла в описании. Да. Можете пройти там бесплатно какие-то тесты. Очень много бесплатных тестов, статей по профориентации разные там. Может быть, кому-то будет полезно. Может быть, полезно. В текущий момент. Да, в текущий момент. И вообще интересно, это как почитать, как некоторый такой элемент самопознания. Ну, так вот. Вот прямо некоторую такую формулу, если хотите, формулу профессии. Если не формулу профессии, формулу, не знаю, дизайн карьеры своей как-то. Вот она выстраивается из элементов. И вот наш, мы специализируемся как раз на том, чтобы вот эти элементы назвать какими-то словами и выстроить. Особенно для школьника, для которого это очень тяжело еще пока сделать. Для взрослого человека, может быть, чуть попраще, но тоже, может быть, не всегда. Ну, кстати, вот на твоем опыте у тебя же есть, наверное, какие-то примеры и кейсы. Может быть, такое модное слово сейчас, кейсы. Как повлияло именно, ну, на кого-то, может быть, прохождение, например, консультации твоей? Да, могу привести яркий один пример, ну, очень простой. Это будет, наверное, интересно родителям, а может быть, кому-то и старшеклассникам. Ко мне пришли на консультацию мама с сыном. И дальше я с сыном просто начинаю в присутствии мамы его расспрашивать. А вот, ты занимаешься вот этим? А что-то, думал ли ты вообще что-то про профессию, про свое образование? Чем бы тебе хотелось заниматься? Вот такой вот какой-то разговор, и ребенок включился, довольно откровенно отвечал. И мама сидела открытым ртом, и она слушала. Ты никогда об этом не говорил. Ничего себе, оказывается, так. Ты понимаешь, то есть, я так понял. Тупо родители просто об этом не говорили с ним вообще. Так получилось, что не было этого опыта, что они не успели поговорить. Иногда действительно бывают спешки, что мы не успеваем там поговорить с каким-то нашим семьей, с нашими людьми. Сейчас замечательное время, все вспоминают, как зовут их детей, там, где они учатся, в какой класс ходят, там, да, там. Вот, и у него телефон звонит. Вот, наверное, в принципе, знак к тому, что, в принципе, мы… Можно пообщаться, да. Но чем вот наша консультация полезна? То, что мы можем безопасную какую-то такую атмосферу создать, потому что далеко там не все подростки легко сразу же открываются своему родителю. А у нас есть прямо технологию профессионством, допустим, когда вот мы медленно, постепенно, в безопасной обстановке вот как-то раскрываем какие-то эти особенности. Какой ключик нужно подобрать, да, к человеку, чтобы… Тут не про ключик, а про то, что помогаем сформулировать человеку самостоятельно, особенно ребенку, что может быть важнее, да, сформулировать вот эту для себя цель предварительную, которая потом будет меняться, но тем не менее, от чего можно будет отталкиваться. К чему тянет и что от человека будет получаться лучше, да, получается? Может быть, да. То есть некоторую такую сборку, вот как бы это и со взрослым человеком может точно так же, который дезориентированный, вот особенно сейчас. Вот что делать, как, вот куда ткнуться, если образование, вот ты говоришь о самообразовании, абсолютно согласен, а куда, с чего начинать? Вот вроде бы этого хочется и этому хочется. Здесь самое главное не уйти, вы знаете, есть такие вот у нас называются коллекционеры образования, которые одно образование, но до дела так и не доходит. Ну да, 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 он поздравится учиться, да, но как бы… Ну, да, это тоже некоторая ответственность. Ну, кстати, обучаемость – обучаться. Потом он сможет преподавать на тему того, как правильно получать образование. Да, или хвалиться тем, что у меня три высших образования. Вот, да, ну это как бы тоже может быть, но это некоторый вариант эскапизма, ухода от дела. То есть я постоянно готовлюсь к этому, то есть я не делаю, как если бы… У меня где-то вдалеке, то есть ты поставил цель, но она настолько далеко, что ты к ней можешь, собственно, всю жизнь так потихонечку двигаться. Даже не так, даже не так, Серега. То есть я боюсь начинать это делать, потому что вдруг у меня не получится. Вот это да, это, пожалуй, главное. И я начинаю что-то дальше. Ты думаешь, вот гончарку ты начинаешь, так, у меня наверняка там что-нибудь там не будет. Руди кривые, да. Да, и это, и так, я еще посмотрю, а я еще потом поучу, я еще посмотрю, где еще там как-то это делают. И хорошо, если потом станешь специалистом по гончарке, это, в принципе, как бы будет плюс. Но с точки зрения, если ты хотел стать вот это вот… Получить. Получить, да, то ты так этого, может быть, и не сделал, либо не сделал так хорошо, как мог бы. Вот. И вот в этом, может быть, где-то и смысл профориентации заключается в том, что нужно не только как бы ставить перед собой цели, но и более-менее четко формулировать, но и достигать их. И это тоже где-то наша задача – помогать искать какие-то инструменты для того, чтобы это… Ну, может, какие-то маленькие цели, значит, не слишком глобальные, потому что это гигантские цели… Это целая уже, опять же, наука. Есть, знаешь, слона по частям, то есть так съесть слона целиком сложно, но если его разрезать на много-много частей, то уже это можно… Знаешь, как говорят, жабу надо есть утром. Ну, да, да, да. Ну, это специалист по тайм-менеджеру. То есть самое неприятное надо делать. То есть долго к этому готовиться, ты жизнь себе портишь. Ну, ладно, ты постоянно помнишь какое-то там проблеме, которое ты не любишь и не можешь… И там очень много еще других способов, все их там без сомнения найдут. Вот мне, например, когда я писал диссертацию, я очень… Насколько… Непредставляется, насколько мне не хотелось там писать. Насколько мне тяжело было там себя там как бы заставить. Но, кстати, мне было очень интересно, это был явный элемент развития. Но я себе поставил такую цель, что час в день я занимаюсь написанием. Час в день. Если у меня не получается ничего, если у меня ничего не пишется, ничего не выходит, значит, я просто сижу и все. Но я втягиваюсь, и дальше слова начинают писаться, и дальше что-то получается. И дальше я ухожу даже за этот час, начинаю два и три, увлекаюсь этим делом. Но так, если… Само сложно начать. В некотором роде, да, особенно для каких-то сложных таких видов труда, как написание таких текстов, это особенно, которые должны быть в каких-то рамках. Ну, в общем, чего? Я думаю, что мы в целом много чего интересного поговорим. Мы еще обязательно поговорим. Надеюсь, что, да. Надеюсь, что это будет не только интересно нам. Нам с тобой интересно. Оставляйте, кстати, комментарии, как вообще наш диалог. Мы с Кириллом, да, долго собирались почти пять лет, стал посидеть. Я думаю, если что, повторит. Потому что, мне кажется, интересно поговорить о чем-то вообще. О том, что мы сейчас чаще видимся. Да, мы чаще видимся. Больше не скидем. Потому что… Ладно, спасибо большое, Кирилл. Вот. Всем пока. До новых встреч. Счастливо. Всем успехов в карьере. Да. Всем успехов в росте. В росте. Да. Пейте хороший чай, не думайте о плохом. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова